Доклады и далее будем отвечать на вопросы. А всех слушателей я очень прошу задавать вопросы в любых мессенджерах, они к нам придут в чат, и мы с вами будем эти вопросы обсуждать, потому что темы, которые сегодня представляются, это темы очень серьезные. Итак, слово для следующего доклада. Я бы хотела предоставить доктору медицинских наук, к профессору, главному терапевту Южного федерального округа. И мне особенно приятно представить своего друга Честникова Анны Ивановны. Честникова Анна Ивановна выступит сегодня с докладом, который посвящен особенностям лечения полиморбидных пациентов с ХОБЛ и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Анна Ивановна, вам слово. Очень рада вас приветствовать в эфире. Спасибо большое, дорогая Наталья Андреевна. Глубоко уважаемые коллеги, одной из актуальнейших проблем для практического здравоохранения является проблема ведения пациентов с сочетанием хронической обструктивной болезни лёгких и сердечно-сосудистых заболеваний. Наиболее частыми сопутствующими заболеваниями у пациентов с ХОБЛ является именно сердечно-сосудистые. Так и шимическая болезнь сердца встречается с частотой до 64% случаев, по данным разных исследований. Артериальная гипертензия до 85% случаев. Сердечно-недостаточность встречается с частотой 25-85%, а при прогрессирующей хронической обструктивной болезни лёгких частота ещё выше. Частота нарушения аритмии — это 80-85%, и риск фибрилляции претензий у пациентов с хронической обструктивной болезнью лёгких возрастает в 4,4 раза. То есть, уважаемые коллеги, проблема ведения пациентов с ХОБЛ и сердечно-сосудистыми заболеваниями является чрезвычайно актуальной. У пациентов с сердечной недостаточностью и сопутствующей умеренной хронической обструктивной болезнью лёгких отмечается более высокая частота всех кардиальных событий, более высокая частота развития смерти от всех причин. Развитие сердечной недостаточности у больных ХОБЛ — это значительный и независимый предиктор смертности от всех причин. 40% пациентов с ХОБЛ с выраженной бронхообструкцией имеют симптомы дисфункции левого желудочка. И очень важно помнить о том, уважаемые коллеги, что невыявленная сердечная недостаточность может быть расценена как обострение ХОБЛ, а значит, не будет правильное своевременное лечение сердечной недостаточности. С другой стороны, около 30% пациентов с сердечной недостаточностью имеют хроническую обструктивную болезнь лёгких. Сопутствующие ХОБЛ часто способствуют декомпенсации сердечной недостаточности. Интересные данные представлены, результаты 12-летнего наблюдения, которые включают более 1000 пациентов и позволяют судить о том, насколько выше риск смерти при сочетании хронической обструктивной болезни лёгких и хронической сердечной недостаточности, которая намного превышает показатели при наличии только ХСН или только ХОБЛ. Риск смерти у пациентов с сочетанием хронической сердечной недостаточности и ХОБЛ увеличивается практически в 4 раза. 3-7 раз по данным этого исследования. Всем хорошо известен регистр Optimize-HF, в котором анализировались особенности ведения пациентов, госпитализированных по поводу сердечной недостаточности. И у этих больных выявляемость ХОБЛ достигла 25%. И установлено, что пациенты с сердечной недостаточностью ХОБЛ реже принимают те препараты, которые прежде всего должны назначаться пациентам с сердечной недостаточностью, гибитер АПФ и бета-адреноблокаторы. У них больше продолжительность пребывания в стационаре, выше показатели смерти от всех причин. Предиктор неблагоприятного прогноза при сочетании сердечной недостаточности и ХОБЛ, конечно, тяжелая сердечная недостаточность, артериальная гипертензия, третья-четвертая стадия ХОБЛ, но наибольший вклад в неблагоприятный прогноз вносит легочная гипертензия. Поэтому схему лечения таких пациентов необходимо включать дегидроперидиновые блокаторы медленных кальциевых каналов с целью снижения давления в малом круге кровообращения. Доказана роль ренино-ангиодензина-этостероновой системы в патогенезе как самой хронической обструктивной болезни лёгких, так и экстрапульмональных проявлений заболеваний. Установлены легочные эффекты активации РАС, поэтому сегодня блокада эффектов РАС рассматривается как новая терапевтическая стратегия у больных хронической обструктивной болезни лёгких. Доказано, что ингибиторы РАПФ и сортаны обладают полезными эффектами при хобу. Они способны влиять на бронхообструкцию за счёт снижения уровня ангиодензина-2, улучшать альвеолярный газообмен, уменьшать лёгочное воспаление, уменьшать вазоконстрекцию, снижать давление в малом круге кровообращения, снижать БТА-2-агонист индуцированную гипокалиемию. То есть они способны оказывать положительные эффекты так называемые пульмональные конечные точки на обострение хобул, инфекционное осложнение, госпитализацию и респираторную смертность. Каковы позиции БТА-дреноблокаторов сегодня в лечении больных сердечно-сосудистыми заболеваниями и хобул? С одной стороны, у этих больных высокая распространённость ИБС, сердечная недостаточность и особенно нарушение ритма. С другой стороны, есть опасения развития бронхоспазма. Как ли это? Итак, уважаемые коллеги, согласно последнему 2020 году документу по ведению международному документу по ведению пациентов с хобул, бета-блокаторы должны назначаться пациентам с хобул и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Обозначено, что бета-блокаторы часто не назначаются при хобул, несмотря на имеющиеся доказательства того, что их использование при хобб безопасно. Селективные бета-блокаторы должны применяться у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и хобул. В ряде исследований продемонстрировано, что селективные бета-блокаторы не оказывают негативного влияния на бронхиальную проходимость. Так, результаты исследований СИБС-Л позволили судить о том, что бисопролол не влиял на бронхиальную проходимость по сравнению с карвидилолом. Лечение пациентов с ишемической болезнью сердца и хобул требует назначения бета-блокаторов. Как представлено в этом одном из крупнейших исследований, при назначении бета-блокаторов пациентов с хобул, перенесивших инфаркт миокарда, пересмерти снижается на 40%. Известное исследование ВАЛИАН, рандомизированное международное крупнейшее исследование по изучению эффективности лечения пациентов с инфарктом миокарда и дальнейшее наблюдение в течение трёх лет, позволило судить о том, в одном из анализов, что у пациентов с сопутствующим хобул существенно выше риск смерти. Но из тех пациентов, которые имели сочетание ИБС и хобул, при назначении бета-блокаторов риск смерти был достоверно более низким. Целый ряд мета-анализов последних лет свидетельствует о целесообразности назначения бета-блокаторов пациентов с хобул. Один из мета-анализов — 15 наблюдательных исследований более 121 тысяч пациентов. Влияние бета-блокаторов продемонстрировано на сердечно-сосудистые заболевания. При сочетании хобул и ишемической болезни сердца на фоне бета-блокаторов риск смерти снижался на 36%. При сочетании хобул и сердечной недостаточности снижение риска смерти при применении бета-блокаторов на 26%. В этом же мета-анализе показано, что при назначении бета-блокаторов у пациентов с хобул снижается риск обострения заболевания. Гиперактивация симпатоадреналовой системы является основой патогенеза и сердечной недостаточности хобул. Селективные бета-блокаторы должны применяться у этой категории больных. Медленная титрация дозы должна быть при обострении хобул. Ещё очень важный факт. Использование длительно действующих эмхолинолитиков может предупреждать потенциальные бронхоспастические реакции. Более того, мы должны помнить о том, что длительное использование бета-1 адренорецепторов повышает чувствительность бета-2 адренорецепторов в дальнейшей стимуляции, улучшает эффект бронходилитации бета-2 агонистов. Это следствие вот такой сверхрегуляции бета-2 рецепторов. Это ещё одни возможности лечения, нового подхода к лечению пациентов с хобул и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Проблема частоты сердечных сокращений. Да, мы знаем, как важно добиваться целевого уровня у пациентов и с ишемической болезнью сердца, и с сердечной недостаточностью. И это же ЧСС, преддиктор смертности у больных с хобул. Продемонстрировано на слайде, что у пациентов с хронической абструктивной болезнью лёгких, особенно при тяжёлой стадии, при частоте сердечных сокращений более 85 ударов в минуту, существенно ухудшается выживаемость больных. Что в нашем распоряжении для контроля ЧСС у больных с хобул? В этом адреноблогаторе безусловно. Веропамил и ТСМ, хочу подчеркнуть, противопоказаны пациентам с сердечной недостаточностью, с промежуточной и низкой фракцией выброса. И, конечно, препаратами выбора являются ингибиторы и в Абрадин, который в исследовании шифт многоцентрового исследования исключения пациентов с ишемической и нешемической теологией ХСН показал о способности снижать риск сердечно-сосудистой смерти и госпитализации у пациентов с хронической абструктивной болезнью лёгких. А в двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании показано у больных статист бронхиальной астмы, что ИВА-брадин не оказывает влияния на бронхиальную проходимость. Статины заслуживают внимания в лечении пациентов с хронической абструктивной болезнью лёгких. В исследованиях показано влияние статинов на течение ХОБЫ и, как представлено на данном слайде, независимо от статуса курения. При включении статинов в схему лечения, по-видимому, в связи с наличием других сопутствующих заболеваний, у этих пациентов, получавших статины, отмечались более высокие показатели объёма форсированного выдоха за первую секунду. Ещё одни интересные данные, ретроспективное исследование более 11 тысяч пациентов старше 65 лет, госпитализированных с обострением ХОБЫ. Продемонстрировано, что выживаемость пациентов, принимавших статинов, была статистически значимо более высокой по сравнению с теми, кто статинок не получал. Диуретики следует назначать осторожно, начиная с небольших доз, так как уменьшение сердечного выброса может оказывать негативное влияние на течение заболеваний. Снижение сердечного выброса – это риск прогрессирования, ремоделирования ХСН, и применение диуретика может способствовать повышению вязкости крови, повышению вязкости мокроты. Более того, как известно, и применение бета-2-органистов, и системных глюкокортикоидов, и диуретиков вызывают гипокалиемию, необходим в контроле электролита. Диуретики могут способствовать нарастанию гипоксимии, гиперкапнии. А ингибиторы карбонгидраза, наоборот, мы должны чаще использовать для категории больных, так как они способствуют уменьшению гиперкапнии. Рассматривая схему препаратов, предлагаемую для лечения пациентов сердечной недостаточности, очевидно, что необходимо у пациентов с ХОБЛ использовать все три класса препаратов, три группы препаратов, которые способны снижать смертность у этой категории больных. Наибольшую значимость еще у больных ХОБЛ приобретает включение в схему лечения вабродина плюс беноблокатором для контроля ЧСС, в связи со стойкой тенденцией к тахикардии. И, конечно, в схему лечения необходимо включать дегидроперидинный облокатор медленных кальцио-каналов для снижения давления в малом круге кровообращения. Есть ли особенности лечения ХОБЛ при наличии сердечно-сосудистых заболеваний, да и есть, уважаемые коллеги, целый ряд исследований, мета-анализов, посвященных этой проблеме. Один из мета-анализов демонстрирует, что при длительном применении бета-2 агонистов риск сердечно-сосудистых событий повышается в 2,5 раза. Повышается риск развития аритмии, ишемии, застойной сердечной недостаточности и внезапной смерти. Исследование ТОРЧ в то же время демонстрирует, что при применении длительно действующих бета-2 агонистов сальметарола не отмечено увеличение риска сердечно-сосудистых событий. Применение длительно действующих бета-2 агонистов безопасно. Да, действительно, ряд негативных эффектов могут развиваться на фоне применения бета-2 агонистов, но это, как правило, короткодействующих, использование которых нужно минимизировать. Вместе с тем, нужно помнить о том, что именно короткодействующие препараты пациенты используют по мере необходимости и злоупотребление их применения приводит к развитию осложнений. Длительно действующие бета-2 агонисты относительно безопасны. Антихолинергические препараты длительного действия театропиумабрамид остаются препаратами выбора у пациентов с хобл и сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями. В то же время применение короткодействующего антихолинергического средства и протрупиумабрамида может увеличивать частоту развития тяжей сердечной недостаточности. Метанализ четырех исследований продемонстрировал, что поддерживающая терапия театропиумабрамида хорошо переносилась и не выявлено повышенного риска нарушения ритма сердца у пациентов с хронической абстрактивной болезнью лёгких. Ещё одни интересные данные в исследовании АПЛИФТ продемонстрировало, что применение театропиума было ассоциировано с уменьшением четырёхлетней сердечной смертности на 14%. И показано в одном из исследований, что именно театропиум был более эффективен, чем сальмотерол и относительно безопасен в плане развития побочных эффектов. Поэтому лечение злительно действующих антихалинергических средств это правильная стратегия для лечения пациентов с сердечной недостаточностью. И, наконец, применение пероральных кортикостероидов. Нужно помнить, что они вызывают реабсорцию натрия воды, могут приводить до компенсации сердечной недостаточности, что не происходит при назначении ингаляционных кортикостероидов. Благодарю за внимание. Спасибо огромное, Анна Ивановна. Всеобъемлющий, исчерпывающий доклад по тактике ведения пациентов с ХОБЛ и хронической сердечной недостаточностью интереснейший доклад. И мы с вами двигаемся дальше у вас.